Я Лёш из Беларуси. А что-то Россия показывает. Враньё. Может, уже Беларусь к России присоединили в чат-рулетки, я не в курсе. О, да, может быть. Эти могут хулиганы сделать. А что у вас там за этот герб? Это флаг и герб Беларуси. А, это хайжевая Беларусь? Да. Ну, прикольно. Я слышал, у вас там президента выбрали. Ну, да. Так же, как у нас или честно? Да, чёрт его знает. Я думаю, что, ну, примерно так же, как у вас. Ну, он вроде более адекватный, чем у вас. Ну, это временно. У нас тоже... Он не сразу... Да, по-моему, он сразу был такой. Он, по-моему, на всю голову. А сейчас на старость лет вообще у них крыша поехала, у обоих. А у вашего ещё нет? Ну, я имею в виду не у нашего, я про... Я понял, про Путина и Лукашенко. Про Российского. Да, да, да. Ну, а вы ходили на выборы? Нет. Нет, не ходил. Потому что... Там уже всё решено без вас или просто... Не было кандидата, которому хотелось бы отдать свой голос. Я вам хочу сказать, я гражданин России. А, понятно. Ну, вы из Казахстана? Я что-то пишу, Казахстан? Ну, да, да, в Казахстане. Да, в Казахстане сейчас. А, то есть это вы, типа, из этих... Из понаехавших после мобилизации? Ну, как сказать? Ну, типа того, да. Ну, у меня есть... Правду сказать, что какие тут... У меня здесь есть уважительная причина. Нету желания умирать на Украинском фронте, видимо, такая, да? Ну, понятно. Я скажу больше. Нету желания воевать со своими. И убивать своих. И не хочется. Ну, это... Родина моя. Украина. Ну, да. Вы... Вы украинец, гражданин России, который сейчас в Казахстане. Неплохо так, да? Размотало. Ну, типа того. Я скажу больше. Я еще и гражданин Украины. А, у вас двойное гражданство. Я из Крыма, да. Типа... Тебе, я так понимаю, с Донбасса, видимо, уехали тогда после 14-го года? Из Крыма, из Крыма. А, из Крыма. Из Крыма. А что тогда в Россию, а не в Украину? Что в России... Что, что не понял? Почему уехали из Крыма в Россию, а не в Украину? Ну, здесь больше возможностей просто. Ну, финансово. В Украине как бы у меня нет возможности зарабатывать. Это вы говорите, здесь больше возможностей, находясь в Казахстане. Ну, так, это лично у меня так складывают. Все же по-разному. Ну, да, да. Теперь вы... Сейчас вы находитесь в Казахстане. Так, настолько много возможностей в России. Ну, ирония, ирония получается. Да, да, да. И как, планируете сколько в Казахстане сидеть, пока не закончится все, или все-таки куда-то транзитом еще дальше? Когда Крым станет украинским, поеду домой. А когда, вы думаете, это произойдет? Ну, не знаю, думаю, годы где-то. Плюс-минус. То есть у вас есть ощущение, что вернется, да? Ну, даже если... Ну, как, я не могу предсказывать. Ну, по крайней мере, есть надежды. Нет, я именно... Ну, просто верится оно всегда, когда вот есть ощущение, что, ну, вот, типа, может произойти. То есть я вот говорю просто про ощущение, а не про то, что как оно будет реально. Да, про ощущение, конечно. Мне многие просто не верили, что отойдет Херсон, что вообще украинцы в силах противостоять второй армии мира. Ну, я все говорил, что, ребят, не так все просто в Украине. Это не та армия, которая была до 2014 года. Это, как сказала себя российская армия, что-то они как-то пролетают, как фанера над Парижем. Ну, понятно, ракетами фигачат калибрами, но все это понятно. Да, люди страдают, но у меня очень много друзей в Украине, у которых... которые все меньше и меньше хотят вступить в состав России. Я хочу сказать, даже которые были когда-то там немножко за Россию, они сейчас... у них абсолютно поменялось мнение свое. Они готовы просто, ну, чтобы Путин сдох и все, чтобы его не было. Вот так вот. Ну, хорошо, желаю вам, чтобы это быстрее, конечно, все сбылось. Чтобы там как можно меньше людей погибло вообще. Ну, мне прям будет интересно, как украинцы будут Крым освобождать, потому что это все-таки... Ну, я думаю, не так просто, конечно. Я думаю, что там будет бойня серьезная. Это не Херсон, однозначно. Причем, я хочу сказать, в Крыму, ну, все-таки, ну, многие Россию поддерживают. Ну, по моим ощущениям, процентов 70, наверное, плюс-минус. Кто-то как-то нейтрально просто говорит, ну, мы живем и живем. Мы живем в Крыму всю жизнь. Родились тут, живем. Ну, нам просто хочется жить. Пофиг там, Россия, Украина. А есть... Да, да. Я вот хочу рассказать, я просто был в Крыму... Ну, давненько, в 2006 году я там был последний раз. Это, блин, сколько... 16 лет назад, получается, уже. Ну, да, да. В Алуште я был. И я помню, что у меня такое впечатление от Крыма было... Ну, как природа и отдых, потому что мы туда ездили дикарями, мы с палатками стояли там на... Между Алуштой и Портыни там был пляж, мы стояли там дикарями. Но потом неделю жили в Алуште, снимали комнату у бабушки такой, и мне запомнилось, что, во-первых, лифты были на этих, на чипах, то есть ты не мог зайти в лифт, то есть ты должен был чипом его вызвать, а потом внутри еще чип приложить, чтобы на кнопку нажать, куда-то поехать. Я такого нигде в мире не видел, что у тебя лифтом можно только с чипом пользоваться. Во-вторых, что там, собственно, горячей воды не было вообще никогда, а холодную воду включали только по вечерам. Нет, полностью было на выходные и в будни по вечерам. Вот такое у меня воспоминание от Крыма. Так может, типа, Россия все-таки как-то это все улучшила? Потому что при Украине было так. Ну, при Украине, опять же, может быть, это в Алуште, я не знаю. Например, я могу сказать по Симферополю, да, что там, ну, по крайней мере, с холодной водой проблем нету. Горячей воды однозначно, как бы, ну, во многих районах нету. Ну, у людей просто газовые колонки стоят, бойлеры. Ну, я хочу сказать, в Казахстане тоже летом горячей воды нет. Есть только зимой, когда включают отопление. И здесь, кстати, тоже лифты на чипах. Да? Да, да. Ничего себе, блин. Это какое-то новое вене, но что это за жлобство такое? Лифты на чипах? Ну, я, честно говоря, не вдавался в подробности, но, я так понимаю, там может быть какой-то, ну, или если ты одну плату платишь, за лифт тебе выдается этот ключ, и ты катаешься. Если какая-то квартира не платит, у него просто нету ключа, и он не катается, и все. Ну, а гости, а там курьеры, типа, насрать, пускай и поднимаются, как хозяин. Ну, как-то так, наверное, да. Я, честно, не вдавался в подробности, не знаю. Ну, по поводу лифтов, если в Крыму говорить, то, ну, я, честно говоря, особо лифтами не пользовался. Я как-то больше частный сектор, и, ну, не скажу, честно говоря. Так, сейчас... Ну, вот так вот. Семки, вот непонятно, вот с вашей позиции, как вы в Россию уехали? Все-таки, мне казалось... Нет, так, Россия, я в Казахстане сейчас. Ну, сейчас, да, сейчас. Но изначально вы из Крыма уехали в Россию, я так понимаю, что... Нет, я из Крыма прямиком в Казахстан уехал. А, так, все-таки. Так, все-таки. Да, соответственно, это через Россию было, да. То есть вы в Казахстане уже 8 лет, да? Нет, я в Казахстане полгода. А, вы с Крымом? А, то есть вы в Крыме были прям... А, я понял. Я думал, типа, когда Крым отжали, вы там сразу уехали. Так, тебе понятнее стало, да. Ясно. Ну, в последствии февральских событий решили уехать. Так что, ну, на самом деле и как-то... Ну, много вот этих кремлеботов, с которыми... Ну, бесполезно просто спорить и что-то доказывать. Нет, есть, конечно, патриоты России, я не спорю, ну, адекватные, которые именно в России живут. Ну, а большинство-то в Крыму, особенно местные, которые родились в Крыму, прожили 30 лет, 35, я знаю, таких. А потом в один момент они раз, резко россиянами стали. Я говорю, подожди, ты же родился в УССР, да? Ты служил в армии Украины, там, у тебя дети тут родились, отучился в университете, да, в украинском. И как ты стал русским? Ну, не русским, а россиянином. Резко переобулся так. Ну, вот, я всегда чувствовал в себе вот россиянином. Вот, короче, многие вот так вот. Не понимают, как так вот. Ну, так что же может быть, мне кажется? Не знаю, как так может быть. Это то же самое, вот живете вы с женой, да? И увидели более красивую, более богатую. И в один момент говорите, все, извини, дорогая, но вот мне вот она интересна. Вот я считаю, это так. Я живу с женой и тут увидел более красивого пацана. Думаю, ну, вот теперь вот так. Да, да, да. Ну, не пацана, ну, вот я же говорю, мне кажется, это так вот. Это просто, ну, это предательство. Как так? Ну, да, я не спорю, Россия более мощная, более богатая страна. Я не спорю, конечно. Но это же не значит, что надо жопой поворачиваться к своей родине. Ну, а вы думаете, они считали Украину родиной своей? Может, они... Вот просто Крым родина, Крым родина, а в дальнейшем кому-то принадлежит. Нет, ну, так сложились события. Так сложились события 91-го года, что Крым остался в составе Украины. Ну, если вам хочется быть россиянами, ну, собирайтесь, езжайте. Краснодарский край очень прекрасный край, Сочи там, Анапа. Можно там жить прекрасно, если хотят на Черном море. Ну, а просто переобуваться тут, на месте. Ну, смотрите, ну, получается, что вы тоже переобулись, вы получили российский паспорт явно, да? Ну, это я получил в силу того, что, ну, до последнего момента, на самом деле, тянул, не получал. Ну, меня, грубо говоря, подвели к этому. Ну, нельзя ж ничего оформить, ничего нельзя без российского паспорта, ты ничего не можешь сделать. Вот и всё. Ну, вынудили, и всё. Ясно. Ну, а, собственно, в Казахстане вы что делаете теперь? То есть у вас какая-то возможность удалённо работать, да? Да, 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 да. Удалённо пока. А как-то в Украине помогаете? Ну, нет, ну, небольшими суммами, но да, стараюсь. Ну, надеюсь, так, чтобы это не отследили, как вы посылаете. Вы же, наверное, явно российскими карточками пользуетесь. Нет, конечно, нет, нет, однозначно нет. А вычислят очень быстро. Зачем? У меня ещё родственники есть, близкие в России. Зачем подставлять их? Не хочу, потому что ФСБ работает жёстко. У меня к друзьям ФСБ приезжало. Причём друзья, они... В Крыму? Ну, за Россию. В Крыму, да. Причём они поддерживали Россию, а так случилось, что у него там какой-то старый бизнес, связан с Украиной, и как-то вот его там заложил кто-то или рассказал, и приезжали к нему на беседу. Чё сказали? И всё. Ну, ну-ну-ну, погрозили, как бы ничего, ну, шосско ничего не было, но сказали, меньше общения с Украиной, с этими, всеми своими бизнес-партнёрами, и всё. Ясно, ну, спасибо за беседу, удачи вам в Казахстане. Да, вам тоже. Быстрее, чтобы вы вернулись домой. Да, но вы за новую, вы за Тихановскую, да, я так понимаю? Ну, сейчас за Тихановскую, ну, в принципе, просто за демократическую Беларусь. То есть, не в плане, что придёт Тихановская, и мы все заживём, а за демократические выборы, чтобы мы смогли своих представителей. Ну, Лукашенко выбор в 20-м году проиграл. Лукашенко в 20-м году проиграл выборы. Он сейчас узурпировал власть, просто это подтверждено, проект «Голос» был в Беларуси, когда народ фотографировал свои бюллетени, присылал, и приблизительно 55% на 30% Тихановская победила в первом туре. Конкретно чувак проиграл выборы и узурпировал власть. То есть, тут вопрос того, что это какой-то левый усатый человек сидит, управляет государством. Собственно, я думаю, что и в России уже давно неизвестно, кто там представляет чего. Это, кстати, один из примеров, почему Украина сопротивляется более-менее нормально, потому что во всех этих областях сидят, особенно в городах это было видно с территориальной обороной, там же выборные мэры, которым этот город, то есть, их люди выбрали, им этот город дорог, и, собственно, мнение людей, которых их выбрали. И там Сумы и Харьков, например, они же чисто территориальной обороной даже отбились, а не армией какой-то, потому что мэры местные, это организовало сопротивление. Из Николаева этот, нет, Николай, по-моему, этот чувак Ким, это не мэр, это глава АГА, администрации. Вот он как раз назначенный, он, по-моему, не выбранный, если мне не изменяет память. Но в целом, вот пример Украины, когда демократические системы наверх поднимают более талантливых людей, чем назначенные авторитарным правительством. Потому что, я думаю, это во многом предопределило поражение России, что в Украине у власти находятся более талантливые люди, вот и всё. А поднялись они туда как раз за счёт демократических процедур. В Украине прошло, естественно, какое-то время, сначала там вылазили всякие олигархи, там, ну, всякая пена такая. Постепенно, постепенно это устаканивается, система. Сейчас уже политики, которые хоть что-то делают. Ну, мне так кажется, может, я, конечно, наивно на это смотрю. Но то, что по сравнению с российской системой, где назначают лизоблюдов, чем лучше ты жопу вылизываешь, тем выше ты поднимешься. То есть, ну, жопу вылизывать – это не воевать. И не управлять страной в военное время. Так что вот так, ладно. А территориально, территориально где вы находитесь? Ну, в России или в Беларуси? Минск, Беларусь. И без проблем вот вы можете такое знамя выставлять, ну, или что-то герб. Ну, я же на видео выставляю. А так у нас, да, могут посадить даже за... Нет, ну, а если вот проследят, у вас же там тоже КГБ есть, а если вот проследят как-то... Ну, я имею в виду, вот, ну, допустим, я там снимаю видео, да, и потом выкладываю в интернет. Ну, допустим. Я хотя этого не делаю. Ну, возможно, мне тоже надо сидеть вот в такой же балаклаве, как и вы. Может быть. Может быть. На своем горьком опыте убежусь тогда. Я понял. Я просто думал, может быть, территориально не в Минске. Ну, не в Беларуси. Я понял, хорошо, всего хорошего. Ну, видите, я... Ну, то есть, какой шанс, что я нарвусь на агента ГГБ, тем более, что у меня выставлен Казахстан. Я тут чисто с казахами пытаюсь разговаривать, что у них там после выборов президента. Нарваться на представителя белорусского КГБ здесь, ну, это какой-то надо быть, наверное... Это... Не, ладно, хорошо. Ну, нарваться нет. А если кто-то ведет стрим или ведет там видеозапись, ну, блогер какой-то. Ну, и даже он ведет стрим, он меня запишет и меня вычислит какой-то белорусский агент ГГБ. Ну, наверное, нет. Я не буду прямо так спорить. Наверное, стоит по... По сейфове как-то себя вести. Но я же вам сказал, что я из Минска, Беларусь. Я же вижу, что вы боитесь, чтобы вас было видно. Да, я просто остерегаюсь. У меня большая семья, и как бы они финансово от меня очень сильно зависят. И я не хочу ни воевать, ни сидеть, ни... Ну, я знаю, что у меня совсем другая жизнь. Нормальные человеческие желания. В общем, чтобы быстрее у вас этот... Чтобы вам не пришлось, короче, больше ничего бояться как можно быстрее, чтобы вы вернулись домой. И чтобы мы все зажили свободно, наконец-то, не оглядываясь на всех этих мудрохов, которые вы все развязали. Да, все правильно. Хорошего дня вам. Все, всего хорошего вам тоже, да. До свидания. Ну, вот такой разговор. Думали на казаха попасть, попали на украинца с Крыма. В итоге. Но вы ему не верите, как я понимаю, по комментариям, судя по всему. Вы ему не верите. Или что? Или не доверяете? Или как? Как?